Лекция по Бхагавадгите, как она есть, первая глава, текст 23, прочитанная Его Божественной Милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 19 июля 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дритараштры. Дур-буддхи. Узурпация чужой собственности – это дур-буддхи, злонравная деятельность. Ради чего посягать на чужую собственность? Это нехорошо. Таково наставление Вет. Берите только то, что вам дано. Не посягайте на чужую собственность. Это формула мира. Все принадлежит Кришне. Довольствуйтесь тем, что Кришна дает вам как Прасад, как свою милость. Таков общий принцип формулы мира. Но из-за того, что люди не получают такого образования, все хотят все больше и больше и больше. И нет конца и края их ненасытности. И это дур-буддхи. Ведическая культура призывает «довольствуйтесь своим положением». Ни о каком голоде не может быть и речи, какое бы его положение в жизни не занимали. Люди пытаются развивать экономику. Но в соответствии с шастрой невозможно улучшить свое экономическое положение лишь с помощью усилий. Вам предопределено определенное количество смешанного счастья и страдания. Такова природа. Дхарма-артха-кама-мокша. Таковы четыре принципа человеческой деятельности. Начинается все с дхармы. Дхарма – это повиновение указанием Всевышнего. Это дхарма. Но люди не знают, кто такой Всевышний и какова его воля. Они считают, что дхарма – это некая вера. Некая поверхностная вера. Но это не дхарма. Это не дхарма. Это не религия. Дхарма – значит следовать законам Всевышнего. Дхарма – это дхарма. Таков смысл дхармы – подчинение Богу. Но у людей нет даже представления о Боге, что говорит о том, чтобы повиноваться Ему. Итак, это простое определение религии. Покорность Богу. Два слова. Бог владеет всем. Он поддерживает. Поэтому мы относимся к тем, кого поддерживают, кем управляют. Мы – слуги. И мы должны оставаться подчиненными Богу. И это религия. Что в этом трудного? К сожалению, люди не знают, кто есть Бог, какова Его воля, что такое религия. Они не знают этого. Они придумывают что-то. И поскольку они не знают этого простого метода, их называют дурбудхи, не очень разумными. Иными словами, мошенники. В Бхагавадгите откровенно говорится «мудха». Мудха – значит «ослы», негодяи. Такие люди не знают, в чем состоит их интерес. И их называют мудхами, ослами. Осел, например, работает весь день, переносит тонны поклажины на своем горбу. Но ни одна тряпка не принадлежит ему. Это осел. И он горбатится лишь ради пучка травы, которую можно найти везде. Но он думает, этот человек, прачка, кормит меня. Это осел. Эту пищу он может найти где угодно, повсюду, но он считает так. И работает очень тяжело. Так карми сравнивается с такими ослами. Он съедает две-четыре чапати в день, но работает денно и ночно. Если вы хотите повидаться с ним, он скажет, «О, у меня нет времени». Он даже не задумывается. Я съедаю лишь четыре чапати, которые можно легко достать где угодно. «Так почему же я так тяжело тружусь?» Ему и в голову такая мысль не приходит. Он работает. Работает, работает. Больше денег, больше, больше. Бхагава-то говорит, «Нет, нет, не в этом твое предназначение». Четыре чапати тебе уже предопределены. Ты их получишь при любых обстоятельствах. Не трать в пустую свое время. Действуя под влиянием ложного впечатления экономического развития, не трать свое время зря. Ты не сможешь получить больше и не сможешь получить меньше. Это уже тебе определено. Поэтому воспользуйся своим временем для постижения Кришны. Это твоя обязанность. Люди с этим не согласятся. О, они скажут, пустая трата времени. Ходить на лекцию по Бхагавадгите. Это пустое времяпрепровождение. Я бы мог заработать сотни долларов за это время. Вот чем они занимаются. И это называется дурбудхи. Не очень разумные. Все мудхи, ослы. Мы по-настоящему разумный человек. Это тот, кто довольствуется тем, что Кришна дал ему. И если Кришна желает, Он даст мне больше, но я лучше стану сознавать Кришну. Лучше я буду изучать Кришну, повторять имена Кришны, слушать о Кришне, глазами своими смотреть на Кришну, на Божество Кришны. Руки свои я лучше займу в поклонении Кришне, в уборке храма Кришны. А ноги свои я займу в том, чтобы ходить в храм. Так мы должны занять все наши чувства в служении Кришне. И это наша истинная функция. Тасейвахета только ради этой цели. Какой цели? Той, которую мы не сможем достичь, пройдя всю Вселенную сверху донизу. Живые существа вращаются в круговороте рождения и смерти, перевоплощаясь из одного тела в другое, вверх и вниз. Иногда они становятся Брахмой. Брама, Индра, Чандра. Живое существо может стать кем-то из них благодаря благочестивой деятельностью. Вы можете возвыситься до положения Брамы, Индры, Чандры, каких-нибудь полубогов, великих полубогов. А из-за грехов вы можете опуститься до положения червя в испражнении. И это называется Браматаму Парья Дха. Упари Адха. Адха значит вниз, Упари значит вверх. кто поднимается на высшую поднимается планетарную систему саттва-ста. Те, кто обрели необходимые качества Браманов, строго следуя принципам. Саттва-шама дамата дикха аджаво гьянам бигьянам астик кам браммакадмасалаву. Если вы следуете этим принципам, укращая чувства, если вы правдивы, если вы чистоплотны, если вы исполнены знания, верите в шастру, в Бога, и бигьянам, если вы практически применяете в своей жизни это знание, вигьянам, потому что одно лишь теоретическое знание бесполезно, вы должны на практике применять эти знания в жизни, и это называется вигьянам. Практический опыт. Те, кто изучают науку, должны сдавать экзамены как по теории, так и по практике. Одно лишь теоретическое знание, если вы знаете, что столько-то кислорода, столько-то водорода при смешении образует воду, это теория. Когда же вы на практике смешиваете эти элементы и получаете воду, это называется практикой. Это наука. Наука основана лишь на теоретическом знании, совершенно недостаточно. Наблюдение и эксперимент, экспериментальное знание также необходимо. Это называется вигьяном. Итак, с помощью практического знания вы должны в совершенстве постичь Бога. это обязанность брахмана. Саттва-ста, те, кто строго следуют принципам брахманов, поднимутся в высшую планетарную систему. саттва-ства, но вайшнав выше всего этого. Те, кто следуют этим принципам с целью достичь высшей планетарной системы, могут отправиться туда. аналогично те, кто стараются вернуться домой к Кришне, также могут достичь этой цели. Этот путь, по которому мы идем в нашем движении сознания Кришны, предназначен для того, чтобы помочь людям вернуться домой к Кришне. Это не очень трудно. С чего это должно быть трудно? Кришна говорит, попытайтесь постичь Кришну воистину. Не ограничивайтесь расплывчатыми представлениями. Кришна верховная личность Бога. Мы думаем о Боге. Почему бы вам не принять Кришну Господом? Шасты говорят об этом, Ачарьи говорят, Вяса Дева говорит, Нарада говорит, ваш Гур Махарад говорит об этом. Почему бы вам не принять? Зачем вы действите как мошенники? Зачем вы ищите какого-то другого Бога? Вот Бог. У него есть имя, адрес, деяния. Все это есть, все это записано в авторитетных ведах. Разве трудно постичь Кришну? Но этот негодяй не согласится с этим, он будет настойчив. С чего ради я должен принимать Кришну? У меня есть Бог, я выдумал его. В этом наша беда. Дурбхага. Дурбудхи. Негодяи, мошенники. Об этом сказано в Бхагавадгите. Таковы качества тех, кто не предается Кришне. Негодяи, зловредные люди, грешники, мудхи, мошенники, ослы, нарадхамы, ниши из людей. Таковы качества. Все они дурбудхи. Для чего предназначена человеческая жизнь? Это возможность постичь Кришну. Эта песня Наратамда Сутакура. Все, кто не прилагает стараний, чтобы постичь Кришну, те, кто даже не пытаются, не говоришь о том, чтобы поклоняться Ему, посвятить Ему себя. Кришна говорит, если человек просто пытается постичь Его, он достигает освобождения. Просто благодаря попыткам речь не идет о совершенстве, даже если он еще не совершенен. Просто потому, что он прикладывает усилия, чтобы постичь Кришну. Благодаря одной этой деятельности он достигнет освобождения. Благодаря одной этой деятельности. Кришну невозможно постичь, он так велик, он бесконечен. Как вы можете постичь Кришну? Кришна сам себя не может постичь. Ананта не может постичь Его. На самом деле это правда. Мы не можем постичь Кришну. Тем не менее, если мы признаем то, что Кришна рассказывает о себе в Бхагавадгите, если мы признаем хотя бы это, мы удостоимся возвращения к Богу. Просто благодаря этому татвата это означает по-настоящему. Даже сиддхи, те, кто достигли совершенства, не могут достичь этого. Даже если человек достиг уровня сиддхи, совершенства, он не может постичь Господа в совершенстве. Что значит те, кто достигли совершенства? Здесь идет речь не о духовном совершенстве, а о материальном совершенстве. Но даже если они достигли частичного духовного совершенства, брамагьяни, это те, кто достигли частичного совершенства, параматмагьяни, йоги, они тоже достигли частичного совершенства, они не достигли полного совершенства. Только преданные достигли полного совершенства. Только преданные. Другие, гьяни, йоги и карми. Карми — это негодяи. Гьяни достигли частичного совершенства, потому что могут понять вечное положение Верховного Господа, Брама Гьяна. Его вечное положение. А Параматма Гьяна — это Чид Амша. Знание или способность лично лицезреть Господа в Его четырехруком образе Вишну — это тоже несовершенное знание. Но когда человек постигает Бхагавана, он обретает совершенное знание. Ананда. Дело в том, что когда человек понимает Бога как Личность, он испытывает Ананду. На других уровнях постижения нет Ананды. Есть вечность, есть знание, но Ананды нет. Ананда Майя Бьясад, говорит Веданта Сутра. Человек по природе Ананда Майя. Мы ищем Ананды, блаженство, но мы не знаем, где обрести блаженство. Мы пытаемся извлечь блаженство из материального мира, поедая мясо, выпивая вино, занимаясь сексом. Люди пытаются извлечь Ананду из этого, но там нет Ананды. Ананда — это сатьянанда. Все эти Ананды, все эти виды наслаждений призрачны, очень скоротечны. Они длятся лишь несколько минут или несколько часов. Это не Ананда. Ананда — значит сатьянанда, истинная Ананда. Что это такое? Брама-сукха. Ананда, которую мы обретаем в отношениях с Верховным Браманом, это Анантам, безграничная Ананда. Поэтому, истинные йоги, бхакти-йоги, есть разные формы йоги. Истинные йоги являются раманты. Они испытывают наслаждение вместе с Бесконечным, с Анантой. Кришна бесконечен, когда вы присоединяетесь к Кришне в Его танце раса с гопи, или в Его играх с пастушками, или если становитесь Его отцом или матерью, как Ешода Нанда Махарач, Ешода Рани, или вы становитесь Его слугой, или вы становитесь подобным реке Емуне, или землево в Риндауне, или деревьями, или плодами, или цветами, или коровами, телятами. Присоединяйтесь к Кришне. И тогда вы обретете Ананду, истинную Ананду. Садчит Ананда Виграха. Таково описание в Бхагаватам. Там описывается, как спутники Кришны наслаждаются жизнью. Критапунья Пунджа. Шукадева Госвами говорит, эти мальчики, которые играют с Кришной, необычные мальчики. Критапунья Пунджа. Они обрели плоды благочестивых действий, совершенных за миллионы и триллионы рождений. Теперь они родились, чтобы играть с Кришной. И это возможность есть в Бхакте-йоге. Кришна ждет, не дождется, чтобы вернуть вас. Зачем вы тратите зря свое время, развивая экономику? Какого экономического развития вы сможете достичь? Вы не сможете обрести больше, чем вам предопределено. Даже если вы великий человек, очень образованный, очень красивый. Это все плоды благочестивой деятельности. Оно дает вам хорошее богатство. Рождение в очень благородной семье. Джанма Айшварья, богатство, состояние, образование, шри. Шрута, значит образование, высокое образование. Все это плоды праведной деятельности. Вы рождаетесь в хорошей семье, у хороших родителей, в богатой семье, Айшварья. Вы получаете хорошее образование, у вас привлекательная внешность. Все это плоды благочестивой деятельности. Аналогичным образом результат неблагочестивой деятельности прямо противоположный. Но все это материально. Все это предопределено. То, что вы получили, заработали своими праведными и неправедными деяниями, невозможно изменить, это невозможно, но вы можете изменить свое положение, свое материальное положение при помощи сознания Кришны. Это вы можете изменить. Все остальное вы не можете изменить. Если вы белый, вы не сможете стать черным, если вы черный, вы не сможете стать белым. Это невозможно. Но вы можете стать совершенным преданным в сознание Кришны. Черный или белый, неважно. Это сознание Кришны. Поэтому мы должны направить свои усилия на то, чтобы обрести сознание Кришны. Все остальное мы не можем изменить. Это невозможно. Сарватра колено при помощи времени. Вы обретете все то, что вам предопределено. Не нужно отвлекаться на так называемое экономическое развитие. Что касается пищи, то Кришна всех кормит. Даже кошек, собак и муравьев. Почему не вас? Нет необходимости беспокоить Кришну. Господи, дай нам хлеб наш насущный. Он даст вам. Не беспокойте его. Попытайтесь стать верным слугой Бога. Бог дал мне столько всего. Я должен посвятить Ему свою энергию служению Кришне. Вот что необходимо. Это сознание Кришны. Я столько взял у Кришны. Я брал у Него из жизни в жизнь. Но эту жизнь я посвящу Кришне. И это сознание Кришны. В этой жизни я не позволю себе бесполезно тратить время, как кошки и собаки. Я использую ее для сознания Кришны. Это сознание Кришны. Спасибо вам большое.